Сегодняшнее утро у жителей верхней части микрорайона Светлана было шумным и праздничным. Несмотря на погоду, на новой площадке собрались десятки людей. Открытие этого комплекса ждали давно. Работы по очистке территории начались еще в прошлом году. Анатолий Пахомов во время одного из своих обходов по микрорайону Светлана предложил построить на этом месте площадку. Идею с радостью поддержали местные жители, ведь своей зоны отдыха в этом районе не было. Здесь были развалины вековые, а детям действительно негде. Выходишь сразу трасса. И вот никуда, только в центр. Поэтому это такое счастье, что сделали эту площадку. Я переживала, что здесь будет стоянка машин. Нет, все-таки площадка. Здорово. Основание площадки было построено еще в прошлом году. Тогда же залили подпорную стену. Строительство велось на спонсорские средства и благодаря поддержке депутата ЗСК Александра Руднева. Все остальное возвелось стахановскими темпами. За две ночи строители сделали покрытие и поставили игровые комплексы. Конечно, здесь работы по благоустройству еще запланированы. Еще дорога, но это уже на следующий год. Насколько я знаю, будут помогать уже депутаты городского собрания Сочи. Опорная стена, в принципе, уже полностью сформирована. Конечно, это самая дорогостоящая часть была. Эта площадка стала подарком для жителей всего Верха Светланы, а это как минимум 20 тысяч человек. Всего в Сочи за этот год появилось 47 зон для досуга. Эта площадка – это вклад наших предпринимателей. Но вклад даже не в спортивную площадку, а вклад в будущее, инвестиции в будущее. Потому что это вклад в развитие наших деток. Мы планируем также в год строить 4 сквера со спортивными площадками и 12 дворовых территорий, где обязательно предусматривается строительство либо детской площадки, либо спортивной площадки. По программе «Комфортная среда» также появились 4 парка, набережная. А завтра состоится торжественное открытие сквера на КСМ. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ